Привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать, как я начинаю свое утро. Утро в Англии для русской эмигрантки. Ну вот то, что меня приучил все-таки мой английский муж утром натощак выпивать обязательно полстакана или еще лучше стакан свежевыжатого сока из апельсин. Я добавляю еще грейпфрут. Чтобы этот процесс прошел для вас с наибольшей пользой, то рекомендуется сделать после того, как вы выпили стакан сока или стакан воды утром натощак. Вы поднимаете руки вверх над головой, желательно даже их скрестить над головой вот таким образом и несколько минут хотя бы держите. А еще лучше, когда вы немножко гуляете по комнате, по квартире с высоко поднятыми руками. Почему так делают? Говорят, что с возрастом начинает у нас меняться осанка и опускается все внутренние органы и вот таким образом можно внутренние органы как немножечко поднять. Ну и потом осанка улучшается и пищеварение тоже улучшается. Поэтому я с удовольствием применяю такую методику, подняв руки вверх походить несколько минут по квартире. Лучше сомкнуть их в замок над головой. Ну и после 12 часов я начинаю свой обычный второй завтрак. На завтрак я решила приготовить кашу из крупы булкур. Специально съездила за этой крупой в Марк и Спенсер. Булкур, не буду долго объяснять, это пшеничная крупа. Сейчас покажу, как она выглядит и показываю вам. Вот такая крупа. Сейчас я ее сварю. Как обычно варится на стакан крупы. Добавляем два стакана воды и ставим вариться на медленный огонь. Кашка сварилась наша. Вот видите, она похожа чем-то на пшеничную крупу, только намного, конечно, она крупнее. Ой, какая классная, какая красивая, прям прозрачная. Конечно же, я масла добавлю кусочек. Кашу маслом не испортишь. Ой, какая вкусная каша, я попробовала. Очень вкусная. Она еще и полезная, конечно, ну как любая пшеничная крупа. И вы знаете, говорят еще, что из нее хорошие пловы можно приготовить. И еще, что сегодня вам хочу показать. Я обожаю сыры. Уже говорила об этом много раз. Я сыроежка. И вот сыров не могу хороших найти, конечно же, в Англии. Жаловалась вам на это. Что я покупаю? Вот я поездила по многим магазинам. Сейчас покажу вам, какие я сыры купила. Что, в общем-то, лучшего из всего, что я напробовалась. Вот смотрите, в Моррисоне я купила это Эдем сыр. Вот в такой упаковочке. Здесь, по-моему, ну вот, фунт 63. Этот кусочек. 200 грамм. Я купила вот такой козий сыр. Видите? Готтс Чиз. Это козий сыр. Написано, что он настоящий, что он из фермы. Вот, видите? Ферма. 250 грамм. Вот так вот он выглядит, смотрите. Вот. Сейчас даже нарежу, покажу вам. Вот так он выглядит поближе. Этот козий сыр я нарезала даже вам его. Вкус он такого, знаете, ну, не знаю, как сказать вам. На брынзу не похож. Жирный, конечно. Мягкий. Чуть солоноватый. Ну, вот, единственное, что себя утешает тем, что он козий. И еще, конечно же, я искала разные сорта сыра пармезан. Хотела сравнить с тем, который я покупала у нас в России. У нас в России я покупала, по-моему, его последний раз год назад за 800 и даже за 1200 рублей за килограмм. Очень дорогой. Но вкусный невозможный. Вот этот сыр пармезан. Сейчас нарежу вам и покажу, как он выглядит. Вот, смотрите, я от каждого отрезала по кусочку. Этот так крошится, ломается немножко, а этот крошится очень сильно. Оба они твердые. Я, к сожалению, выбросила, вы знаете, упаковки выбросила. Ах, кстати, вот, смотрите. Я пошла убирать сыры в холодильник и нашла вот этот вот, который я вам показала. Я думала, это пармезан. А это, оказывается, никакой не пармезан, а это вот сыр Матур. Матур, да? Сыр Чедер, так же точно. 2,75 написано стоит. И здесь всего лишь навсего 150 грамм. Вот такой вот сыр Матур. Я посчитала на калькуляторе и получилось, что килограмм этого сыра стоит 18 фунтов 30 или 1830 рублей за 1 килограмм. Тоже нехило, друзья. Меня многие упрекают, что это, что это я перевожу фунты в рубли, да это все совсем не так. Это же ничего сравнивать. Но, вы знаете, 18 фунтов за килограмм вот такой вот абсолютно невкусного сыра, по мне, так это же просто, ну, огромные деньги за ни за что. И не те вкусовые качества за эту цену. Дальше еще один сыр Экстра Матур Чедер. 400 граммовая упаковочка. Я специально ездила за этим сыром в Марк и Спенсер. Говорят, что в Марк и Спенсер сыры лучшие. Он из недорогих все-таки. Ему можно найти вот 400 грамм за 4 фунта, то есть порядка 10 фунтов за килограмм. Не тот Матур дорогущий, который я вам показала сначала. Этот, ну, вот видите, другая фирма, наверное. Вот я вам показываю, как он выглядит. Нарезала, сейчас попробую. Сыр Чедер. Ну, то же самое, как я и говорила. Он мягкий, он невкусный, он, по-моему, не так невыдержанный. И вы знаете, мой вывод из всех вот этих вот сыров, которые я сегодня вам показала. Наибольше всего мне понравился вот этот сыр Эдем. Круглый, в красной восковой упаковочке. Вот такой сыр Эдем. Он, на мой вкус, самый лучший. Ну, и цена у него подходящая. Ну, сколько он там стоил у нас? Уже не помню. Цена у него подходящая, и вкус у него нормальный. Я не показала вам еще французский сыр Бри. Я не показала вам сегодня. Тоже один из моих любимых ших сыров. Мягкий сыр, знаете. Но вот сыр Бри, который хотела я вам показать, я вообще не нашла. Даже Марк и Спенсер не нашла. Хотя раньше он там продавался. Я даже когда-то специально из Франции привозила вот такой набор для сыра. Вот это такой вот ножик нарезать. Там доска была специальная такая. Открывалась немножко. Немножко она вертелась. Высокая на пьедестале. Доска сырная. И вот такие вот к сыру инструменты. Вилка сырная. И сырный нож. И еще третья была какая-то штучка. Но она, к сожалению, потеряна. Да и доска моя так красивая. В моей квартире она заплесневела. И пришлось все это выбросить. Хотя сырные доски тоже супер. Мне очень нравятся. Ну, когда-нибудь, наверное, я куплю тоже себе такой набор сырный опять. Ну и, друзья, коль скоро уж я начала вам показывать все такое интересное сегодня. Вот смотрите, я купила совсем недавно. Вот, 13 февраля. Видите, здесь у него дата стоит. Это я купила хамон. Хамон, видите, 188 грамм. Грамм 3,76. Ну или 20 фунтов за 1 килограмм. Вот столько стоит хамон. Давайте посмотрим, как они мне его нарезали. Я попросила, нарежьте, пожалуйста, потому что он у них куском продается. Давайте посмотрим. Вот. Вот такой дорогущий этот хамон. И вот так вот они его безобразно нарезают вам. Бросают какими-то, знаете, ну вот что вот это такое. Если кто-то бывал, друзья, в Испании. Я в Испании на Тенарифе отдыхала. Дважды. Я там постоянно покупала этот хамон. Мало того, что он у них, конечно, там вообще не сравнить. Там самая дорогая цена за хамон. Это 20 евро за килограмм. Это лучший хамон, который там у них есть. Они его нарезают просто шикарно. Вы знаете, один к одному кладут эти тоненькие ломтики. Ни один не помят, ничего. И никогда вот так вот в два раза не согнут, как здесь. Но это еще, вы знаете, это еще ничего, можно сказать, что нарезали мне. Потому что я попросила, говорю, вы, пожалуйста, мне нарежьте так, чтобы они были целыми кусочками. Ну вот она мне попыталась так нарезать. Вот смотрите. Вкус у него не ахти. И тоже, представляете, 20 фунтов за килограмм. Или 20 тысяч рублей за килограмм стоит здесь, в Англии, килограмм испанского хамона. Я его люблю, но больше я его покупать здесь не буду. Ни порезать нормально, ни показать, упаковать не могут. Вот, в отличие от испанцев на острове Тенариф. Вот такие у меня для вас сегодня секреты, друзья. Поделилась. Сейчас иду гулять. Те, кто желает. Те, кто хочет присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Ставьте лайки или дизлайки. В зависимости от того, понравилось вам или нет. А я с вами на этом прощаюсь. Показываю, кстати, вам свою комнату большую. Это у меня здесь стояла кровать. Теперь я все освобождаю. Будет здесь у меня меняться половое покрытие. Я освободила комнату практически полностью. Мне настелят новый ковер. Я уже заказала. Должен мужчина прийти. Может быть, если желаете, я вам тоже покажу. И потом я поставлю просто мягкую мебель у камина. Ну, преобразую немножко тоже и эту комнату. А на этом, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...